У нас турецкий завтрак воскресный. Вот это о ценах в Турции. Вот это вот все сейчас стоит 800 лет. Кажется, что как бы по сути много еды, но по факту здесь даже нет никакого сучука, колбасы, менамена, омлета, яиц, ничего. Вот это 800 лет, прикиньте. Раньше такого, конечно, встретить нельзя было. Я просто сейчас в шоке, потому что мы ждали завтрак-завтрак, все, что не несут ничего. Я говорю, слушайте, а где яйца, говорю, или там колбаса. Они говорят, нет, все, вот только вот это, вот это, вот все. Я говорю, это что, простите, за 800 лир? Говорю, вот это? Говорят, да. Для тех, кто в Турции не живет, я вам скажу, что раньше за эту стоимость было всего в два раза гораздо больше. Я имею в виду наполнение завтрака было другое. Тут по факту огурцы, помидоры, какой-то сыр, какой-то невкусный. Нормальный берег, нормально выглядит. И все. На вид, конечно, красивый. Мы приехали на азиатскую сторону позавтракать, погулять, литом насладиться. Раннее утро воскресное, дед уже вон с утра стульчик принес, в шортиках уже поплавал с ластами. Молодец. Мишка. Капец. Я думаю, она откуда-то с лодки слетела и потерялась. Медуз нет. Будем посмотрим. Почему мы здесь не катаемся на лодке? Домой на Вапуре популю. Мы сюда по мосту приехали, чтобы пробок не было. А домой, наверное, на Вапуре популю. Ну, в смысле, с машиной туда заедем. Так, это что, туристы у нас или кто? Или это просто... Ну, туристы, похоже, раз выглядывают, так стоят. Внизу там никого нет. А где папа? Мама, папа потерялся что-то. Да, мне кажется, туристы. Подушку выкидывай. А здесь минуты ходят. Эй, вы кто там? Ну, туристы, похоже, да. Дедушка, он ждёт плавать. Дед пошёл плавать. Ну, посмотрим. Да, дед молодец, он загорелый какой. Видно, всё лето не вылазит из Босфора. О, затычки лучше, молодец. Умничка. Там он рыбачит. Уже ветер такой осенний у нас, конечно. Уже эти, вон, листья полетели. Такие осохшие. А где папа, скажи, мам? Иди, посмотри, папа, не знаю где. Я тоже. Ну, всё, потерялся. Теперь домой не попадёт. Попадём я, отвезу. А, да, да. Вот где-то что-то продаёт. Или что-то делает руками. А, тут он лезвие. Купочку ремонтирует. Что-то леску продаёт. Вот, типа, уже рыбу с утра ловит. Ясно? Звук такой был, когда он удочку закинул в спиннинг. Это звук крутой. Ага, а вот какая большая семья на завтрак пришли. Хорошо жить в море. Но холодно. И сыро зимой, конечно. И ветер сильный. Тоже есть минусы свои. Какие-то гуси где-то там гогочут сзади на фоне. Вот турецкая семья. Или не одна, кстати, скорее всего. Две семьи на завтрак пришли. Люблю, когда... Вот видите, туристов нет. Никого. Я тут как турист что-то снимаю. Все. Только одни местные. Потому что это такой край азиатской стороны. Вот тут за холмом находится мост. И сюда туристы, скажем так, не доходят. Если мы сейчас... А мы сейчас туда подальше поедем кофе попить. Вот буквально за этими домами под вон тем мостом. Вот там уже есть туристы. Буду встречаться. Причем туристы турецкие. Из других городов. А туда подальше там, конечно же, уже будут иностранные туристы. Сейчас как раз где-то завтракают 11 утра сейчас время. И будут выдвигаться по городу, бегать. Кстати, классный ветер прохладный. У нас все еще жарко 30 с лишним градусов. Днем это как на 40. На солнце прям сильно печет. У нас вот этим холодным осенним ветром уже на улице приемлемо. Может, в музеи походить не так. Жарко. Субтитры сделал DimaTorzok Сто леш стоит в Апур с азиатской стороны. Сейчас поплывем домой. С машиной. Это для машины, да, сто леш. Я помню, весной еще 40 было. Вроде бы хватило. Сейчас долго ждать придется. Мы в первую очередь. Поехали. 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 Иностранная речь тоже тут слышится. Хочу вам официально заявить, это, наверное, лучшая экскурсия по Стамбулу или Босфору в Состоянии. Как красиво. Я чуть не оглохла. Японский флаг. Там экскурсии можно ходить, музей как будто. Наверное, пошла я в машину спускаться, уже приплыли. Японский флаг. Японский флаг. Японский флаг. Японский флаг. Японский флаг.